Постоянно в штрафной площади Киева. Здесь, пожалуй, положение вне игры. И что еще мы отметим? С вами один опорный полузащитник. Это Оливье Дакур. 15-й номер. Слева, я думаю, так будет на футбольном поле происходить. Солари сыграет по 21-м номерам. Справа 5-й номер Станкович под нападающими. 7-й Луишфигу. И впереди 18-й Креспо. И 10-й Адриано. Роберто Манчини, главный тренер команды Адриано. Впервые вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне. Манчини не скрывает, что Адриано и Ибрагимович нападающие примерно на одного плана. И, в общем, они конкуренты за место в стартовом составе, а никак не Эрнон Креспо, которому, похоже, место в команде Роберто Манчини будет находиться всегда. В прекрасной форме. Креспо на старте сезона забил победный гол в Риме. Ну и вообще играет с хорошим таким воодушевлением этот нападающий из Аргентины. Так что вот сегодня Адриано, наконец, в стартовом составе. Адриано, который не забивал за свой клуб в официальных матчах, трудно в это поверить, полгода. В последний раз он отличился в марте месяце в Лиге чемпионов за Вильяреал. Значит, в чемпионате еще больше не забивал. И если бы не два гола Адриану за сборную Бразилии на чемпионате мира, то это, конечно, катастрофический провал для одного из лучших в мире нападающих. Кому, по крайней мере, Адриано до последнего времени относился. Ну, вот дали ему сегодня шанс. Посмотрим, как он себя проявит. Играл против спортинга с первых минут Адриано. Но кроме одного удара не очень опасным поворотом ничего сделать не сумеет. По ходу матча я, наверное, поясню, как располагнул. Вот у Адриано шанс и не забивает Адриано, не забивает Креспо. С Куицей выручает свою команду. Ну, вот был момент превосходного Адриано. Результативность у него прекрасная. 68 мячей в 338 играх. Но, повторяю, полгода не забивал. Конечно, очень стремится забить. Сегодня Адриано, ну, вот в этой ситуации действует не лучшим образом. Мне не повезло ему. Мяч попал, катился, вернее, не под родную левую ногу. Посмотрим, как расставлены полузащитники. Станкович, я вот смотрю, все-таки ближе к центру действуют, а не справа в полузащите. Ну, давайте предположим, что все-таки Ромбан в средней линии поля играет Интер. И в роли второго опорного, я вот смотрю, сейчас слева от Докора находился Сантьего Салари. Ну, что ж, любопытно посмотреть на Салари в роли опорного Хаба. Кьево играет сегодня в таком составе. С Куицей, голкипер, защитники Моро, 27-й, Манделе, 29-й, Скурту, 26-й, Ланна, 23-й, полузащитники Лусяну, 5-й, Брили, 33-й, Самарко, 21-й, Косовский, 55-й. Впереди года с 99-й и Пелесьер, 31-й номер, Пилон, главный тренер Кьево. Кьево, как мы уже отмечали, пришлось менять. Расписание предсезонной работы в связи с неожиданно обрушившейся ответственностью в первом выступлении в квалификационных матчах Лиги Чемпионов. Ну и, может быть, в связи с этим не совсем уверенно начал чемпионат этот Веронский клуб. Чью селекционную политику и работу в межсезонье газета «Долу Спорт» оценила довольно-таки высоко, на шестерку. Клуб очень хорошо заработал. Профицит бюджета в межсезонье составил 9 миллионов евро. Клуб продал игроков на 11 миллионов, а купил всего лишь на 2. Ну, самый большой трансфер был Амаури, который перешел в Палермо. За него были выручены приличные деньги. Франческини ушел в Сандорио, но в Сандорио это, в общем, все потери. А пришло довольно много игроков. Сичиньяну из Лечи, Маркалини из Аталанта, Маркезетти из Амдори, Маркеза из Катани, Гордзон из Криманайза, Бруно из Брэши, Пассарини из Виттории, Касовский из Козерслава, Годас из Палермо. Он был частью сделки по переходу Амаури в сицилийский клуб. Ну, из этих приобретений, как мы видим, в основном в составе играют Годас и Касовский. Не играет зато лидер полузащиты, игрок, который в сборной Италии не только привлекался, но и почему-то Донатония доверила ему место в стартовом составе, в тяжелейшем матче против Франции, я имею в виду Сэммиоль. Игру, безусловно, талантливой, но думается, что еще все-таки сыроват для основного состава сбора. Но он получил травму и сегодня не играет. Это существенная потеря для Веронского клуба. 0-0 счет в первом тайме. Касовский делает передачу в центр на пути мяча. Оказался Вальтер Самуэль. Не играет сегодня у Интера. Несколько футболистов, которые проводили последние матчи в стартовом составе. Ну, может, ну, Тараций, в частности, нет. Он остался в запасе, Майкон остался в запасе, Ибрагимович остался в запасе. Может себе позволить при таком подборе игроков Роберто Манчини практически любую ротацию состава. Очень хорошее впечатление Интера оставил матча против Ромы. И сегодняшняя игра должна, в общем, показать, насколько вот это позитивное впечатление распространится на более протяженный срок, нежели чем дни после матча в Рим. Штрафной будет выполнять Кьеву. Десять минут сыграли команды в первом тайме. Докурт. С мячом делает передачу налево и Гроссу пошел вперед. Вот Адриан очень глубоко отошел за прием мяча, пока не часто использует лучший Фигу, который не играл против Ромы. Но я думаю, что все-таки Фигу продолжает оставаться игроком основного состава. А Эрнанд Креспо забивает свой первый гол на Сан-Сиро после возвращения на этот стадион, на котором он играл весьма и весьма успешно в течение нескольких лет за оба миланских клуба. И вот второй гол подряд Креспо забивает в своем излюбленном стиле с довольно острого угла под дальнюю штангу. Вратарюм выручить свою команду было очень сложно. Ну что ж, похоже, Роберто Манчини окончательно определился с одним нападающим основным. Посмотрим еще раз комбинацию. Оливье Докур сделал изумительную передачу Креспо. Положения вне игры не было. Блестящее взаимопонимание сейчас было между полузащитником, дававшим передачу, и Креспо открывавшимся на эту передачу. И удар в касание, конечно, великолепен. 1-0. Интер забил быстрый гол. Ну и дальше, я думаю, будет миланским футболистам не очень сложно играть. Главное, не позволить Кьеву приближаться к своим воротам. Очень приличный футбол показал Спартак в матче против Рубина. Пожелаем спартакцам такой же качественной и результативной игры в матче против Спортинга. Но боюсь, что с Интером как бы блестяще Спартак не выглядел, будет очень и очень сложно претендовать хотя бы на одну ничью по сумме двух матчей. Не потому, что так плохо Спартак, я думаю, Спартак и лучших времен Олега Романцева вряд ли бы с нынешним Интером справился бы и явно не считался бы фаворитом. Ну а сейчас команда новая строится у Спартака и говорить о полном взаимопонимании между футболистами не приходится. В этом смысле с Жеребьевкой не повезло. Очень сильная команда Интер. И я боюсь, что москвичам будет против этого Интера крайне тяжело. Тем более, что к матчам с российским клубом Интер подойдет наверное еще более сбалансированной командой, поскольку притираются по ходу чемпионата игроки друг к другу, но тот же Драгимович, тот же Докур, те футболисты, которые в прошлом сезоне за Интер не играли. Адриану сделал плохую передачу, потерял мяч к Еву пытаться контратаковать. На действиях Веронской команды пропущенный гол пока никак не сказался. Команда продолжает действовать с акцентом на оборону и большие силы вперед не отряжает. 1-0. Гол Креспу на 11-й минуте вывел вперед подопечных Роберто Манчин. С мячом Докур нарушает против него правила, арбитра он не представил, Джанно Карро обслуживает эту встречу. Все было по правилам, хороший пас, хорошее открывание и 1-0 Интер впереди. Ну что ж, четвертый тур и у Креспу уже два гола. Лучший его показатель в миланских клубах был сезон, который он провел в Милане, в клубе Милан. 11 мячей забил он позапрошлым году, ну а в Интере двумя сезонами ранее ну так, может быть, последний результат тем даже лучше сыграл. Он забил 7 голов в 18-й матчах, поскольку неполный сезон он провел за тогдашний Интер. Да, неплохо, непросто будет Адриану, видимо, основная пара нападающих, судя по тому, как у футбола показывают футболисты на старте сезона, основная пара нападающих это Ибрагимович и Креспу, потому что Адриану придется с Ибрагимовичем сражаться за место в основе. Сатяга Савари возвращается на свое место в полузащиту, четверть часа сыграно, Интер впереди 1-0, гол забил Креспу. Цель после дальнего удара большое преимущество Интера Илоиш Фигу нанес превосходный удар, великолепно здесь все смотрелось в этой атаке, хорошая игра в исполнении миланского клуба, силеном ничего не скажешь и не должно вводить в заблуждение то, что Интер показал в Португалии, я, честно говоря, не знаю, что случилось с командой, а Спортинг не произвел ну, никакого такого особенного впечатления, тем более команда в национальном чемпионате играет достаточно нестабильно, и я не знаю, что произошло с Интером и почему он такой провальный матч выдал в Португалии. Один игрок в составе Киевы это Матео Бриго, полузащитник, играет в защитной маске, была у него травма, пока он полностью от нее не восстановился, но все-таки на поле выходит. Вот такой маской должен был играть Егор Титов, но, к счастью, для полузащитника Спартака обошлось без вот этого прибора, который, конечно, не украшает. Симпатичная стеночка едва не прошла между Фигу и Креспо. Полное превосходство одной команды над другой. Ну и трудно поверить, что одна из этих команд претендовала на место в основном турне линии чемпиона. Сантьего Салари в общем не играет на какой-то отдельно взятой позиции, довольно много перемещается по всему полю. Недоволен сейчас Дэн Станкович, что не получил передачу от Сантьего Салари и контратака Киева. Лусяна многострадальный, который был в свое время дискоинфицирован за подложный паспорт. Даже пришлось имя ему менять. И под другой фамилией какое-то время назад он выступал. Но после того, как получил наконец нормальный паспорт, стал Лусян. Хороший полузащитник, очень быстрый, техничный. Ну и играл еще в том Киеву, который стал открытием итальянского футбола. И когда Киеву, выбравшись из серии Б, сразу же занял очень высокое место в чемпионате Италии и попал в Европу. Пока мало, что получается у Адриано. Другой бразилиц Лусяна отобрал мяч. И попытка Киева приблизиться к чужим воротам сумели зайти в штрафную площадь. Даже удар составился на ней сильный. Вновь Адриано почему-то на месте полузащитника. Киева продолжает очень массированно обороняться. Чем-то похожа эта игра по раскладу сил на потому как действует команда на то, что вчера был матч российского первенства Спартак-Рубин. Но даром, что Спартак и Интер играют в одной группе Лиги чемпионов, поэтому я думаю параллель вполне уместно. Ну, только Интер гораздо быстрее счет открыл уже в начале матча. Ну, а Киева, как и Рубин, практически не идет вперед. Подача, с которой должен без проблем справляться вратарь. От Лусяна не прилетел в руки Жулю Сезару. Занэти потерял мяч. Ланна играет налево. Косовский Пересьер. Дальше на Годеса. Это мяч легко отобрал Станкович. Занэти 20 минут сыграно. В первом тайме Интер Киеву 1-0. Хозяева впереди. Лист на счету Яглана Крэспа. Да, курс здорово в касании налево. На Гроссо. А на Адриану пас не точно. Сегодня помимо этого матча еще играют Парна Рома, Эмпори Палермо, Аскали Сабдори, Лаксо Палонта, Реджина Турина, Сьяна Кавири, Лудинезе Ферентино. По-моему, это вечерний матч. Удар от ворот или угловой показывает арбитр. Давайте посмотрим мяч у Адриану. Удар. Ну да, конечно, здесь отвлекся я на текущие результаты и не увидел, что от игрок Акьева, конечно же, мяч уже залит целую линию, угловой будет подавать Интер. Хорошая подача, с трудом сквыться на мяча, которым продолжает владеть Интер. Станкович отыгрывает назад. Здесь Докур. Самой играет на кратке с Гроссу. Дальше очень эффектно Креспу, на кратке Салария. И там рядом стоял арбитр. Показал им, что была игра в мяч. Не стали веронцы атаковать. Выбери мяч за пределы поля. Надо помощь оказать полузащитнику миланского Интера. на пуску онлайн газеты Долу спорт всеобъемлющая фраза короткая, которой можно было бы опрессовать, что происходит на поле в данной минуте. Интер играет хорошо. Написано на этом онлайне. С этим нельзя не согласиться. Пока очень мягкий матч для подопечных Руберта Мальчини. Разница в классе очевидна. Ну и сезон к Ева начал. К тому же не очень здорово. И команда находится в лучшем психологическом состоянии. Ну Интер команда тоже непростая. С Амдори было большое преимущество Интера. Это были три очка, которые Интер должен был брать, но не взял. Еще одна пауза в игре. Еще одна травма. Да, захромала Льве Докур. В запасе у Интера Бурдиса Матерация Максвелл Майкон Гонсалес Ибрагимович. Джузеппе Пилон наставник Кьево дебютирует в серии А в качестве тренера. В прошлый сезон с Кьево отыграл первый клуб, с которым он работает в серии начинал он вообще в любительских лигах и большую часть карьеры проработал в сериях Ц1 и Ц2. Так что опыт на наставника Львы не очень большой. Работа в таком сложном чемпионате. Докур чисто отобрал мяч, Адриан набирает скорость, очень сложный пас на Креспо, пытался выполнить бразилец. Сохранил мяч Интер Луиш Фигу. Мягкая подача, которая до партнеров не дошла. Касовский 25 минут сыграно в первом тайме, 1-0 Интер впереди, гол на счету Креспо, Бриги играет вперед и дальше пас на Пелесьера, который хорошо укрыл мяч корпусом от Вальтера Самуэля и пас на Лусяну, туда на правый фланг. Против бразильца играет чемпион мира Фабио Гроссо и мяч от него уходит на угловую. Первый угловой нам в матч подаст команда из Вероны подошли сюда высокорослые центральные защитники подачи справились футболисты Вальтера продолжается атака Самарку навешивал Годиас не получилось через Дакура пробить и еще один угловой подаст команда гостей Годиас нападающий Киева прошлый сезон провел в аренде в Триестине играл в серии Кубе высокорезультативностью не отличался в прошлом сезоне забил всего 9 мячей но правда не весь сезон второй круг отогнал за Тристина а первый за полем вот он штрафную площадь сейчас открывается а с мячом ветеран Киева Ланна Дакур бьет его локтем и штрафную зарабатывает Киева непонятно о чем тут спорит Алье Дакур довольно грубо он сыграл если арбитр его не покажет желтую карточку то можно сказать пожалеет Алье Дакур не стал показывать предупреждение судья матча и косовские мяча не сумел никто толком пробить и Смойль в высоком прыжке выносит мяч за пределы штрафной площади вратарь должен выходить не рискнул брать этот мяч в руки Жулио Сезар не сильный удар если бы как следует приложился по мячу Годес по-моему это бил могло быть вполне опасно плохую пятиминутку провел Интер вдруг выпустил инициативу из своих рук и давненько не было после удара Луэша Фигу моментов у ворот галкипера Киева скуется Гроссу не подпустил к мячу соперника отправил этот мяч за боковую линию игрок Киева Фигу с мячом Лусяна нарушил против него правила тепло пообщались Лусяну и Фигу родного для боя в португальском языке вымечал Фигу арбитр отдвигает стенку на положенное расстояние очень тихая спокойная игра нарушение правил в атаке поэтому мяч достается Киева борьба за мяч на половине поля Интера порт портуба красиво сыграли миланцы Адриано налево переводит мяч четверть час сыграть первым мячом 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 Станкович попытался на опережение сыграть Эрнон Креспом, но пробит поворотом толкованной сумме. Выпустил меч на пределы поля. Удар от ворот. С мячом Лусяно ушел от Салари и заработал штрафной. Удар от ворот. На 20 с лишним процентов упала продажа абонементов и билетов на матч итальянской серии. И в то же время на такой же процент возрос этот показатель в серии Б. То есть за счет болельщиков Ювентуса, причем не только тех, которые в Турине живут, и не столько тех, которые живут в Турине, а за счет тех, кто приходил болеть за Ювентус в других городах. Так вот, Ювентус отыграл уже часть своего штрафа. Минус 7 очков осталось у Ювентуса, которому, в принципе, могут скостить этот штраф. В октябре будет заседание самого главного апелляционного комитета. И все идет к тому, что Ювентусу до 5 очков штрафа изначальных сократят наказание. И значит, что Ювентус уже будет в хорошем плюсе. Пока же команда с минус 7 очками остается и замыкает турнирную таблицу. А накануне Ювентус с крупным счетом 4-0 обыграл Модену, некогда игравшую в серии А. Трезеге сделал дубль, еще по мячу забили Дель Пьеру и Недвик. Да, вот в таком составе Ювентус играет в серии Б и там находится при всем при этом на последнем месте. Так что к серии Б мы будем, я думаю, возвращаться регулярно. А лидирует в первенстве пока Брэша, Дженова и Чезен. А в серии Анасан Сиро готовится выполнять штрафной Интер и у мяча Адриан. Плохой удар и Адриан ничем себя не проявляет на футбольном поле, играет посредственно. Не очень результативные первые таймы в других поединках практически нигде голов не забывается. А нет, вот интересно, Эмпули вышел вперед в матче с лидером Палермо. А это значит, что на данную минуту Интер единолично возглавляет турнирную таблицу. С мячом Жулио Сезар. Лусянов пускать мяч вниз. До нападающего мяч не дошел. До Кур. Гроссом вперед на Фигу. 10 минут до перерыва. Гол Крэспа на 11 минуте. Вывал Интер вперед. Не лучшим образом Интер действует во второй части первого тайма. Словно с трудом заставляют себя футболисты работать на поле. Понимают, что они гораздо сильнее, чем сегодняшний соперник. Ну, прежде чем совсем расслабляться, Интеру, наверное, надо забить второй мяч, чтобы окончательно все вопросы снять по поводу трех очков в этом матче. Ну, кроме удара Фигу, больше моментов хороших для взятия ворот не было. Невысокий темп. Ева пока не очень понимает, за счет чего и как можно создать опасный момент у чужих ворот. Годос попадает в положение для игры. Хавьер Дзанетти на правом фланге. Манчини показывает, что нужно сделать длинную передачу вперед, пока Хавьер Дзанетти приценивался. Таксану, в каких позициях находится у партнера, мяч у него Косовский отобрал. Лусяну. Года с удар с разворота, но опять его успевает накрыть защитник. Салари, Бросу, Токур. Фигу. Кроспо. Продолжает ходить мячом Интер. На кратке Салари, Фигу, дальше Гроссо. Да, Дрян, мяч не дошел в очередной раз. Кроспо. Салари, Фигу. Салари, Фигу. из боковой линии бросит мяч фабио гроссу подходит концу первый тайм увлекательным этот матч назвать никак нельзя настолько велика разница в классе между двумя командами от того к его который радовал своей игрой болельщиков и приобретал новых болельщиков в том числе в далекой россии то его ничего не осталось вполне обычная скучная итальянская команда играющая вот обороны на многое не претендую я думаю что у киеву будет сложный сезон придется бороться за выживание вновь не везет адриану на который прибавляет и прибавляет сухие минуты не сводит свой счет прошел вроде бы хорошо троих обыграл с острого угла со всей силы пробил чуть не витаря мускульцы справиться пять минут до перерыва даст ли манчине шанс адриану и оставит его на поле на второй тайм наверно оставит спокоен и сегодня выглядит главный тренер интером роберто манчине солидно играет его команда с большим запасом прочности но второй гол бы не помешал мне кажется ну и болельщиков был это развлекло я думаю неудачный пас у львида кура на креспу а полермо к исходу первого тайма проигрывает на выезде эмпули 0-1 интер может уйти на перерыв лидером чемпионата смойль показывает что он играл в мяч на газоне пересер опасный штрафной пробьет киеву на исходе первого тайма ну довольно странный фул зафиксировал орбиту опасно очень штрафной в двух шагах даже ближе от штрафной патлини штрафной площади быстро разыграли удар пересера попадает в стенку и выпускает пожалуй самый верный шанс всерьез угрожать чужим воротом в первом тайме с мячом лусяну надает передачу назад быстро потеряли мяч гости гроссом и свалили сантьяку солари гроссом мячом надеет интер кратин а Titans мячом владеет интер до курс неплохая часть была комбинация правда без особых движения вперед и очередной фолк мара нарушил правила против фавио гроссу наверно что-то добавит арбитр первым тайм там была остановка и помнишь оказываю футболисту это мальчине который выигрывает 1-0 грузовик раз по на 11 минуте удар фигу и проход адриану и пожалуй и все что можно вспомнить в действиях из действий центра активно в первом тайме пока очень долго играть совершенно не напрягаются напечный роберт манчи адриан выброс из непростой ситуации адриану ну а дальше фигу потерял мяч на ровном месте и нужно еще раз остановить игру потому что фигу нужна помощь происходит это на последний на последней минуте первого тайма не видел фигу бежавшего сбоку от него лусяну и врезаться у него головой да это неприятно ситуация но вроде бы с португальцем все в порядке минут куда бы в арбитр она истекает луиш фигу возвращается на поле из-за его пределов все нормально с португальцем и звучит свисток арбитра на перерыв 1-0 интер уходит отдыхать уходит отдыхать лидером чемпионата потому что полермо проигрывает эмпули со счетом 0-1 ну наверное какие-то замены роберту манча не сделать чтобы дать отдохнуть может быть кому-то еще из игроков основы которые планируются в стартовый состав на матч против баварии поскольку вы матч смотрите в записи это то для вас продолжение сразу же без перерыв ну что ж продолжаем смотреть матч на сан-сиро в четвертом туре серия интер принимает киеву и без всяких проблем выигрывает правда пока с довольно скромным счетом 1-0 эрнанд крэспа забил на 11 минуте гол нельзя сказать чтобы было супер интересная игра ясно что одна команда гораздо сильнее другой и в общем я думаю что это не имеет права терять в этом матче очки я бы сказал легкой прогулкой для интер был первый тайм никаких проблем киеву не создал ну и интер тоже не особенно напрягался спокойно очень игра минимум свистков минимум нарушение правил у меня жестких единоборств практически что-то вроде товарищеского матча мы с вами наблюдаем напомню вам состав в которых команды играют жулио сезар защищает ворота интера хавьер дзанетти 4 номер кордоба 2 симуэль 25 11 гроссу это защиты китара полузащитники 5 станкович 15 дакур 21 салари 7 фигу и впереди 18 краску 10 адриану пожалуй единственная интрига сохраняющихся в этом матче забьют ли адриану и опять уйдет с полю без гола роберто манчини главный тренер интера кьевом с курицы в воротах моро 27 номер 29 модели 26 скурта 23 ланна это защитники луся на 5 бриги 33 самарку 21 косовский 55 полузащитники впереди года с 99 пилисиер 37 первый номер пилон тренер кьева и судья матча жанна опасный момент у ворот кьевом на месте голкипер который два раза выручил свою команду в первом тайме после удары издали фигу и после сольного прохода адриану вновь не повезло бразильцам не успел надеть к мячу после подачи исполненную лучшую фигу салари гроссиану пас вперед неудачная передача ввода со в сторону пилиси но адриану сегодня немного двигается хорош был его сольный проход но не блещет любимец массиво мурати который вновь после ухода из жизни джачинто факете стал президентом абсолютно спокойно сегодня руберто манчини поводов нервничать пока у него нет кордуба на самуэле неудачная длинная передача в сторону крэспа это ланна ветеран к еву капитан команды еще один опытный игрок данна сегодня отсутствует в основном центре защиты его травма в принципе подбор игроков тем неплохо это немного сейчас травмированных подающих к сату например по-прежнему отсутствует самиоли плечевой защиты я впервые говорил о том что киев ждет тяжелый сезон на мой взгляд но я думаю что даже когда все поправится ситуация для киева не изменится кардинальным образом к лучшему пока всего лишь одно очко ниже только тех у кого были наказание по очкам то есть 20 ман уже пришли в плюс но вчера потерял первые очки в первенстве сыграв ничего целевого так он отбрасывает между сезару полерма проигрывает по походу матча им пули и 5 минут сыграно во втором тайме поединка ела по-прежнему к его ничего делают в атаке интересного и в темпы гребут вновь как и после забитого интернгола в то в первом тайме было не очень высокий теребоки разминаются форвард его включен интерфигу потерял мяч но после серии ошибок пока не готовит никаких замен главный тренер дакур хорошая передача станкович быстро вперед на адриана но против того внимательно играть сегодня центральные защитники к еву от луся на мяч уходит за пределы поля угловой нарушение правил на дриана толкал своего опекуна и мяч достаются гостям форварда 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 В сравнении с тем, что было в кодинке с Ромой, где практически три оборонительного плана полузащитника вышли в стартовом составе. И время эта тактика и стратегия принесла интер-результат. Сегодня не такой грозный соперник, не нацеленный на атакующие действия. Поэтому вполне расходится интер одним опорным полузащитником. В этой позиции сегодня действует Оливье Докургов в одиночестве. Сантьерго Савари получает фигу, получает пас от Гроссу. Станкович пошел в дриблинг, мяч потерял. И против Бриггин нарушены правила. Эмпули 2-0 выигрывает у Палермо. Арбитра показывает, что не было нарушений правил. Вернее, наоборот, что было нарушение правил Гроссу против Лусьяну. Штрафной пробьет команда гостей. Жили Сезар спокойно выходит из ворот, забирает мяч. Ну и заворчал что-то Роберто Манчин. Неинтересно интер в атаке играет. Вот в чем проблема команда в сегодняшнем матче. Понятно, что футболистам сложно заставить себя играть на пределе. Возможности этого не требует сегодняшний матч. Но развить публику все-таки, наверное, не могли бы. Минанские футболисты. Действительно сыграно во втором тайме. По-прежнему счет первого тайма не меняется. 1-0 в пользу хозяев. Контратаковать пытаются гости. Позволил побороться за мяч арбитр. Но здесь можно Кьеву поактивнее сыграть, пока Саларис с Докуром что-то доказывали судье. Лусяну подача. Нет, ну надо было поагрессивнее Кьеву играть. Интер что-то уж очень себе много вольности позволяет. И контратака. Станкович хорошая передача на Адриану. Но справа ноги ему бить сложно. Попек под левую. Подрабатывал время. Потерял и хорошо сыграл против него защиты. Но поживее надо Кьеву играть. Такому Интеру можно и забить. Не хватает концентрации Интеру. Вроде бы в каких-то фрагментах в начале игры, допустим, производил впечатление совершенно неприступной команды Интера. А сейчас вот по этим фрагментам смотришь и ничего вроде бы такого особенного Интеры не показывали. К тому же невнимательно действует в защите. Позволяет себе всякие вольности. Позыграли угловой Миланцы. Луж Фигун. Хорошая подача. Удар по воротам. И 2-0. Вольно-курьезный гол. Несильным ударом. Бодной мяч. Вальтер Самуэль, который закатился в ворота. 2-0. Ну, теперь все понятно. Еще 1-0 можно было бы при безразличном отношении Интера к игре. На один гол к Йеллу мог бы и отыграть случайно. Но не 2. Не думается. Коварная была подача Фигу. И прям по центру штрафной площади отбил мяч Скуица. Не подстраховали его защитники. И у Усумуэль-то не сильный удар получился. Но вполне достаточная сила для того, чтобы закатиться в сетку. И у Усумуэль-то не было бы при безразличном отношении Интера к игре. И у Роберта Манчини вполне уже может начинать делать замену. Я думаю, что этим он сейчас и займется. Фигу с мячом. Пас Адриано. Вновь Фигу. Докур. Получает от него передачу Станкович. Ах, Креспа. Не сложная ситуация. Несильный удар головой. Вышел. Не удалось эмберонцам зацепиться за мяч. На чужой половине поля в очередной раз они его потеряли. Кордоба. Играет направо. Дзанетти, Докур. И Ажулия Сезарев. Смурни. Партнера давних он не получал мяч. Играет тем. Играет трава. Играет дlarda. Четверть часа сыграно. Во втором тайме 2-0 Интер. Впереди два аргентинца. Отличились Крэспу и Самуэль. Из боковой линии Гроссо. Кордоба. Самуэль. Андрея, она пасует на Салари. Фигу. Докуров. Но можно бить пробовать. На месте вратарь. Не сильный удар получился. Докуров. Останкович. Хитро сыграл сербский полузащитник, но немножко не точно. Не дошел мяч до заныти. Лусяну. Толчок в спину. Пелесер на газоне. Не сумел поднять мяч. На должную высоту. Игрок Киева, выполнявший штрафной. И миланцы начинают свою атаку. Докуров. Назад. Самуэль направо. Занетти. Фигу. Станкович с мячом налево. Здесь Гроссо. Финтит Сантьего Салари. Фигу. Вот никто не держит Адриано. Бить сложно. Фигу. Еще пас, наверное, ждет Фигу, когда откроется Адриано. Но Адриано как-то вяло набирал ход. Ну и пожар уже у Миронской команды, у Барона. Лусяна отправляет мяч на очередную главу. Фигу на Салари играет. Не получился прострел, но все равно там паника. У защитников даже не попытался сейчас на сохранении мяча сыграть. Мору. Не сумел Гроссо обыграть Лусяну. Лусяну. Станкович. Ох, какой гол красавец. 3-0. Блестящий удар Дэна Станковича. Великолепный удар просто получился. Прицелился Дэн Станкович и попал. Самый удивят. Довольно у нас его Маратти. Рядом его супруга. Рядом сын. Ну, вся семья, короче, Барон в сборе. Хороший Интер. И очень красивый удар. Я думаю, здесь даже вратаря сложно винить. Настолько роскошным получился удар у Станковича. Внешней стороной стопы подрезан. С дикой силой мяч летел. Вращался по уходящей еще траектории. Здесь дополнительно было адски сложным вратарем. Ну, что ж, спасибо Интеру за футбол. По крайней мере, в сон не кладет эта игра. Как могло бы быть, если бы Интер пешочком так играл, как он пытался это делать. И во второй части первого тайма Станкович получил желтую карточку за снятие одежды. 3-0. Интер лидер чемпионата. Палермо проигрывает в гостях Эмпули 2-0. Рома громит Парму. Соперник Рубина в гостях 3-0. Так что надо брать эту Парму, Рубину, голыми руками. Ну что, два фаворита сезона. Интер Рома во главе таблицы после четвертого тура. Милан уже потерял, ну, вдобавок к своим восьми, еще два. Лучше, считайте, десять очков потерял. В середине таблицы находится Милан с двумя очками. А по одному очку останется, если так все и закончится, в этом туре к Еве и Парман. И быть бы им в зоне вылета, если бы не Лацио, Реджино и Фиорентино, которые с большими минусами, а Лацио и Фиорентино по-прежнему с двузначными минусами, замыкают турнир на таблице. Фиорентино сегодня вечером собирается у Динеза в гостях. А до конца этого матча минут 25 осталось. Странно, что Манчини не делает пока никаких замен. Ну, с другой стороны, давать кому-то передышку, отдохнуть. Ну, не тот матч, в котором уж прям так сильно напрягались футболисты, чтобы ряд замен делать, но все-таки какие-то замены будут. Вот Гонсалес, например, готовится к выходу на поле. Гонсалесов много. Этого Гонсальска простота называют Мариан. Испалерный. Перешел на флажке 31 августа. Последний день до заявок. Этот футболист. Винтер. Право на довольно опасный штрафной. Зарабатывает Киева. И в этой команде, похоже, тоже замена. Причем двойная. Джунти и Маркалини. Выходит на поле вместо Косовски. И сейчас посмотрим еще, кто ушел. Ну, самое интересное, не замена, а штрафной, который сейчас будет бить. Матерло Бриги пробил неудачно. Джунти пас на Бриги. И Дакур не позволил мячу долететь до. Игра как Ел. Самарко еще один игрок, который покинул поле. В составе Киева удар через себя не опасный. Лучший фигу с мячом. Гроссон назад играет на Сануэле. Дальше Кордуба. Адриану, ну, там на ход можно сделать передачу. Проходит она Креспо. Не очень ловко принял мяч, но забил. Это вратарь ему. 4-0. Дубль Креспо. И Креспо сейчас побежал. Кого-то специально поздравлять с этим голом. А, ну, к Адриану, наверное, он побежал. Забить Адриану сегодня не смог. Но, в общем, провел неплохой матч, как выясняется в целом. И видите, как Адриану трогательно поздравляют партнера. Хотя он не забил, но пас у него прошел. Подбадривают, конечно, партнера своего товарища. Любимцы не только Марати, но и многих болельщиков. Сейчас было все здесь сделано по-бразильски. Хотя вот не совсем ловко Креспо вроде в мяч принял. Но вратарь, мне кажется, потерял ворота. А Креспо такие забивать очень любит. Ворота он чувствует превосходно. Просто превосходно. Вот эти удары под штангу. Коронный номер Эрмена Креспо. Три гола уже на счету. В основного форварда Интера. Я думаю, теперь в этом мало кто сомневается. 4-0. Ну что ж. Да, вот такова разница в классе между двумя командами. Выключил. Больше добавлять ей не нужно. Марьяна вышла на поле в составе Интера. Вместо, не вижу, вместо кого. Но сейчас разберемся. Еще одна сразу же замена. А, Креспо, сделавший дубль, пошел отдыхать. И вместо Оливье Докура новичок Интера Максвелл выходит на поле. А, Креспо, сделавший дубль. Углавый подаст Кеву. Которому лишь на голову престижа остается рассчитывать в этом матче. Больше не нужно. Лусян убьет слету красиво. И Жулин Сезар здорово играет. Да, Баварии предстает очень тяжелый матч. Здесь на Сан-Сиро в среду. Лежит Кортуба на газоне. Нужно остановить игру. Красивый момент. Ну что, в целом, игра-то получилась вполне любопытная. Результативная. Четыре гола мы с вами увидели. Красивые голы. Но еще были эпизоды вполне эстетичные. Вот этот удар. Лусян и сейф Жулин Сезар. А в первом тайме как здорово. Носкуится сыграл. После удара Фигу. И какой проход Адриану был роскошный. Неловко Кортуба упал. По-моему, ребра себе повредили. Аван Кортуба. А, вот. Прямо на грудную клетку шипами неумышленно наступил защитник. А это замена Креспа, который, конечно, будет апсодисментом болельщиков покинул. Интер то ли временно, то ли уже до конца матча успокоился. И надо мяч и инициативу гостям. До удара по воротам. Дело не дошло в этой атаке к Еву. Минут 15 еще играть. 4-0, напомню. У меня здесь должен быть первый мяч инициативный кинтер. Это Хавьер, заметьте. Мастерски разобрался с соперником. Кортуба на поле. Все с ним в порядке. Вверхом на Адриану. Напрыгнув с Курту. Штрафной пробьет. Команда хозяев поля. 30-я минута матча второго тайма закончилась. Вальтер Смуэль. Ну вот видите, как интер себе позволяет играть в обороне и наказывается за это пинать. Против Келесиера нарушены правила. У Киева есть шанс отыграть один мяч. Привезли. Буквально с внесло в этот гол себе нюансы. Максвелл грубо ошибся. И 11-ти метров. Немногочисленные болельщики Киева, приехавшие на выезд, высыпали вот вниз гостевой трибуны. Прям к решетке. Немногочисленные болельщики Киева, приехавшие на выезд. Ай-яй-яй, как ошибся. Жуга Сезар не технично сыграл. И Пелесьер отыгрывает 1-4-1. Расстроен Жулиус Сезар, но под мышку запустил мяч. Это, конечно, всегда обидно очень. Направление туда ругадал, смотрите. Под собой, даже не под мышкой, под собой пустил мяч. Галки перо-энтера. 4-1. На сегодняшний раз на 0-1. Не удалось сыграть. Ну что, забавно при таком счете, при таком преимуществе интера, получается, что победный гол составил миланцев за белозащитник Вальтер Самуэль. Чегол оказался вторым по счету в матче. Вне игры Годас, нападающий Еву. И еще форвард Теребокки под 90-м номером сейчас выйдет на поле. Манчини пока ограничился двумя заменами. Пелесиера отправляется отдыхать. Не сильно расстроены лица у футболистов Киева. Но, наверное, они прекрасно осознают, что интеробъективно сильнее, причем гораздо сильнее их команды. И все-таки последнюю замену Манчини сейчас делает. Посмотрим, кто там в ромке поля. Ошивление на трибунах Станковичу аплодирует за гол красавицы. Бурдис, по-моему, вышел на поле. Нет. Да нет, все правильно. Это просто небольшая путаница. Возник вон номер, поменял Николас Бурдиса. Играл в прошлом сезоне под третьим. Теперь ему дали 16-й номер. И в сборной Аргентины еще один на поле. Подходит к концу игра. Игран. Эмпули по-прежнему выигрывает у Палермо 2-0. А это значит, что интер после четырех туров в полном одиночестве возглавит турнир на Томат. 10 очков против 9 у Ромы и 9 у Палермо. Угловой как-то сложно, но весьма образом разыграли гости. Подача в руки Жулио Сезару. Кордоба отправился от вреждения, которому немощно наносил соперник. Фигу Максвелл. Бурдису Адриано Максвелл. Катают мяч. Хозяева поля. Не особенно стремясь вперед. Не было нарушений правил. Фигу хотел обыграть двоих соперников. Не получилось. Гуся, ну вот может быть опасно. А Теребойки в лед бил. Но помечу не помпортно. АТТОН. АТТОН. Гроссов. Длинная передача в сторону Адриану. Сложный кульбит выполнил Адриану. Но самое интересное, кто сыграет против Баварии в стартовом составе. Краспо Адриану или Краспо Ибрагимович? То, что Краспо, я думаю, не вызывает никаких сомнений. В некоторых эпизодах Адриану был сегодня вполне достоин того, чтобы выйти в стартовом составе и в Лиге Чемпионов. Буквально отодвинул сейчас забавным корпусом Адриану от мяча соперника. Минут пять играть. Осталось в этом матче. 4-1. Интер впереди. И впереди всех в турнирной таблице после четырех туров. Ева атакует левым флангом на месте Журиус Эзер. Вне игры. Мариано Гонсанес оказался. Да, пять минут до конца этого матча. Преимущество Интера над Киевом не вызвало никаких сомнений. Были некоторые эпизоды такой расхлябанности в действиях Интера, но требовать при таком преимуществе игровом даже не по счету, а вообще по игре в целом, мне кажется, очень сложная задача заставить футболисту, каждому футболисту, себя заставить играть на пределе возможности. Когда можно обойтись без этого. Неплохой удар и красивый гол. 4-2. Но вот даже Интер лишает себя возможности выиграть крупно. Шесть мячей забитых мы с вами увидели и почти все были хороши по исполнению. Хороший удар очень к Теребоке. Опять же к вопросу о некоторой несосредоточенности. Как-то так сейчас спустя рукава обороны Интера смотрела на действия Теребоке, у которого получился завершающий удар. Ну что ж, Пилон может быть доволен. Его программа, команда проигрывает вовсе не позорно на Сан-Сиру. Ну, сейчас что делал Сантьяго Солари? Выпячивал куда-то пятку свою вместо того, чтобы пойти в отбор. Я думаю, что претензии будут у Роберта Манчини в конечном счете кое-кому из своих футболистов. Ну, удар Теребоке был хорош, ничего не скажешь. Фигу падал в штрафной площади. Свисток арбитра молчит. Ну что, Кьего надеется еще сократить разрыв счета. Ну, а почему бы и нет, если Интер позволяет играть вот так в своей штрафной площади. Джунти передача налево. Вновь Джунти. Мягкий пас, скидка, Теребоке. Вновь опасно, 4-3. Отлично, отлично. Это Матео Бриги делает счет 4-3. Да, за концовку тайма, я думаю, как следует оплевок получит команда от Роберта Манчини. Ну что ж, если Интер вот так со Спартаком будет играть в обороне, то и с Интером можно играть. Но я думаю, что вряд ли Интер позволит себе играть вот так, как он это делает сейчас. Не вошли вокруг Бурдису. Поломали, можно сказать, замены целостность действия команды Интер во всех линиях. Ну и счет становится 4-3. Между прочим, несколько минут до конца встречи есть. И если к Еву каким-то чудом мудрится счет сравнять, это будет, конечно, такое жуткое позорище для Интера. Видите, даже Массио Маратти закурил от волнения. Так нельзя издеваться над своими болельщиками, над тренером и над руководителями клуба. Манчини даже где-то пиджак от волнения потерял. 88-я минута. За сколько? За 11 минут Интер пустил три мяча. Это указание дает Роберту Манчини, потому что так можно вообще действительно остаться без победы на ровном месте. Ну, я думаю, с Интером вот в спортинге происходило примерно то же самое, что в концовке этого матча против Киева. Просто непозволительная расслабуха вдруг наступает у игроков по ходу матча, если они видят, что соперник не бог весь что, не из себя представляет. А спортинг ровно такая команда, и я игроков Интера в данном случае прекрасно понимаю. Но другое дело, что они там выиграть не смогли. Они почти ничего не создавали в чужих ворот, поэтому думаю, что не обязательно это дело не выигрывать в Португалии. Ну и заканчивается основное время здесь на Сан-Сиро в Милане. 4-3. 7 голов мы с вами увидели в игре, которая в первом тайме порой нагоняла, в общем-то, скуку, поскольку Интер быстрый гол забил. И после этого особенно не напрягался. Но у родственников Моратти настроение разное. Кто-то веселится, кто-то нервно поглядывает на футбольное поле и отсчитывает минуту, оставшуюся до финального свистка. Я думаю, что после 4-0 сложно было поверить, что Роберто Манчини будет вот так досматривать этот матч. Массимо Муратти в надежде, что свисток прозвучит как можно скорее. Это безобразие для Интера в последние 15 минут закончится. 4 минуты – это довольно много. За это время можно успеть создать опасный момент у чужих ворот. Ну что ж, два гола. Да все три себе Интер привез. Пенальти, которого совершенно там не нужно было допускать. Луся, но мяч летит в сторону Жулу и Сезаро. Потом Максвольт подарил мяч Веронцу. Ну и затем Кордубас уступил мяч Брин. И получите три мяча. Да, видимо, можно не сомневаться, что здесь, по-моему, нет игры. Почему-то не побежал Марианон за этим мячом. Так, видимо, когда поправится Камбьясу и отбудет дисквалификацию Вера, я думаю, что Манчини в домашних матчах будет использовать ту схему, которую он играл. Время. Нападающие очень сильны. Плюс фигу они там могут вдвоем, втроем создавать остроту. У чужих ворот главное не пропускать. Две минуты осталось. Распоряжение к Еву. К Еву в атаке. Лусяну получает мяч на правом фланге. Подача. Отбиваться Интеру приходится. Ну, что ж, заснул Матео Бриги. Долго ждал. Лусяну на правом фланге вновь получает мяч. Забегание Моро. Подай. А, не получилось. Подача. Мяч ушел за пределы поля. Ну, что ж, браво к Еву. Очень увлекательная получилась концовка матча. Для тех, кто не является болельщиком Интера. Потому что это, конечно, я думаю, нервы себе не зря нам потрепали. Как и Роберто Манчини. Насколько он был спокоен. Причем эти 4-0. А сейчас он мечется, как зверь в клетках, в своей технической зоне. Минуты осталось. Ну, за 75 минут Интера, я думаю, может получить оценку отлично. А за последние 15 кол. Это надо постараться проиграть 11-мутный отрезок со счетом 0-3 на своем поле. Ну, всякое с Интером бывает. Он в матче за Субберкубок и у Италии 0-3 горел для начала. Роме потом 4 подряд забил. В общем, команда не соскучится. Ну, все. Нарушение правил фолл в атаке. Уже, я думаю, больше ничего интересного не произойдет. Ну, и так, более чем достаточно было событий в сегодняшнем матче. Все, звучит финальный свисток арбитра. Интер, в общем, понуре голову покидает поле. Тут же концовку матча команда провалила. Но, тем не менее, три очка взяты. Креспу, Сумуэль, Станкович еще раз. Креспу отличились у Интера. Пелесиер, Теребоки, Бриги у Киева. В результате вот игра, которая шла, в общем, в одни ворота, вылилась в сверхрезультативный матч. И посмотрите на лица миланских футболистов. Патрик Вера тоже в недоумении, что такое с его командой сегодня в концовке произошло. Но победа есть победа. В любом случае, три очка Интер заработал. Десять у Интера, девять у Ромы и Палермо. Интер единоличный лидер. А я, Георгий Черданцев, с вами прощаюсь. До свидания.